Всем привет! В прошлый раз разработчики выдали нам карту Lotus, но теперь нового агента Гекка. А это значит, что прямо сейчас настало время для нового видео, в котором я проверю, как работают скиллы Гекка со всеми остальными способностями в игре. Вы узнаете, ломает ли моли Гекка ульту Killjoy, может ли Вингман ломать двери Асента, какой радиус способности и будет ли Вингман агриться на собаку Скай, а также на все остальные способности. В общем, будет куча полезной информации, я сделал более 140 проверок, но перед началом напомню, что у меня в телеграме проходит конкурс на 3 боевых пропуска, ссылочка в описании, ну вы сами все знаете, что нужно сделать. Так что не будем медлить и переходим сразу к видео. Итак, колодец Астры сможет засасывать Вингмана, но не так сильно, чтобы он потом не смог продолжить свое движение, так что до цели он все равно доберется. Здесь и такого не происходит, но оно и логично, он ведь слетает над землей. На ульту Гекка этот колодец оказывает влияние, но совсем минимальное, а учитывая, какой этот раш сильный, да, буду так его называть, в общем, ему пофиг на этот колодец, плюс он может еще и прыгнуть вперед. Вингман не реагирует и на стан Астры, спокойно точно так же бежит дальше без каких-либо проблем, но может замедляется, ну прям совсем чуть-чуть, этого даже незаметно. Через ульту Астры спокойно проходят все обелки Гекка, на этом заострять внимание не будем, тут все логично. Единственное, флешка Дизи не будет прокидывать свой снаряд через эту стенку, но об этом позже. Вот на ульту Гекка стан влияет куда сильнее, скорость заметно снижается, но в конце все равно так же вы можете напрыгнуть на свою жертву. Если вдруг кто пропустил, моли Гекка наносит 150 урона, это 3 очень быстрых удара по 50 урона каждый, думаю даже это будут фиксить, а то как-то слишком много дамага за короткий период времени получается. Вингман может бежать вперед на 30 метров, плюс он отскакивает от стен, как бомбот Рейзэм. А вот ультимейт Гекка преодолевает уже в 2 раза большее расстояние, это базово около 60 метров, плюс если в конце атаковать, то за счет прыжка дальность увеличивается до 70-73 метров. Также вы ультой можете прыгать в порталы таким образом, чтобы сразу прилетать в них со станом, и это тоже очень имбово, соперники вообще ничего не смогут сделать, потому что радиус у нее 6 метров. Короче, это ульта, там всех застанет, успеет, а сломать ее так быстро будет очень сложно. Вингман, конечно же, не реагирует на соперников, которые находятся внутри смоков, так что я не буду, как раньше, вставлять каждый смок, это работает абсолютно с каждым. Если вот он зайдет внутрь смока, то тогда да, он, конечно, затригерится, а так нет. Здесь ситуация такая же, пока он за смоком, он не будет флешить соперников, но если он успеет пролететь смок и оказаться внутри, то и зафлешить тоже успеет. Летает, кстати, в небе он 3 секунды. Стан Брича оказывает такой же эффект на Вингмана, как и стан Астры, а если быть точнее, никакого. Ну и на Траша стан Брича оказывает точно такой же эффект, как стан Астры, опять же, он работает как надо и существенно замедляется. Пробивной удар Брича ломает Дизи с одной тычки, Вингмана с двух и ульту не ломает, не хватает ему урона. Еще такая фишка, у Вингмана дикий радиус обзора и срабатывания, но все же есть возможность по таймингу дать флешку так, что он будет слепым и пробежит сквозь вас. Но если за вами, например, стена, он развернется и потом уже успеет сработать. Во время использования Траша вы будете также ловить флешки Брича, как и за своего персонажа, а тут все дефолтно. А вот за флешить Дизи не получится, он сможет вас обнарушить и уже дать свою флешку, плюс не хватит длительности флешки, потому что он летит тупо дольше. Ульта Брича подкидывает Вингмана, но ему по сути тоже пофиг, просто минус пару метров к дальности его действия, слабовато конечно для ульты. На Дизи тоже никакого эффекта, ему все равно. Зато вот Траша эта обилка почему-то уже подкидывает и станет, причем станет очень сильно, падает скорость. Тем не менее, опять же, в конце вы также можете использовать свой прыжок и расстояние его не уменьшается. Вообще, Вингман будет бежать за вами не бесконечно, у него есть определенный, так скажем, радиус действия, но он, можно сказать, приличный. Чтобы убить Вингмана, как бы печально это не было, но это придется делать, с Вандала нужно 3 выстрела. Если использовать Гост понадобится 4 выстрела, с Шерифа 2 выстрела. То есть, судя по всему, у него 100 хп. Флешка Гека ломается очень просто, достаточно одного попадания из классика и срабатывает она не моментально, так что это не прям такая имба, как все думают. Чтобы сломать ульту понадобится 5 выстрелов из Вандала или 8 выстрелов из классика. Получается, у ульты около 200 хп. В чем Дизи силен, это в дистанции. Он летит недолго и недалеко, но зато плеваться может аж на 50 метров. И если придумать лайнапы, чтобы он лишь немного появлялся, то отвернуться, думаю, будет трудно. Траж, кстати, во время ульты может прыгнуть на 10-12 метров вперед, тоже довольно много такта, плюс высоко он прыгает. Ну, с Моликом Гека проблем нет, его можно кидать очень далеко, он отскакивает от стен и с ним можно будет делать множество лайнапов. Вингман, Дефа и Спайк столько же, сколько и обычный игрок, ставит Спайк, соответственно, тоже такое же количество времени. Когда Вингман ставит Спайк, звуки, конечно же, отличаются. Вот, можете послушать сами. Плюс по звукам Тиссюза можно понять, насколько он близок к полному разминированию. Молотовый, конечно же, наносит урон Вингману, так что и Спайк прикрыть можно, ну и в целом он сильный, но не бессмертный. Ульта тоже ломается, но времени нужно больше. Ну, понятно, хп-то в два раза больше, по сути. Что было еще интересно проверить, хватит ли хп Трашу, чтобы пройти ульту Бримана сквозь. Ну и нет, времени ему не хватает, хп не хватает, короче, он умирает. Стимулятор Бримстоуна ускоряет Вингмана и дает ему дополнительное расстояние, которое он сможет пробежать, так что небольшой бонус от этого все же имеется. То же самое с ультой, тоже становится быстрее, она и так довольно быстрая, а тут вообще фиг попадешь. Еще, кстати, вы можете ультой просто прыгать, именно не ударять, а просто прыжки совершать. И да, я почему-то не сказал это ранее, но вы и застанет можете самого себя, ну и понятно, свою команду. Так что агент, к сожалению, до грифинга будет подходить, я чувствую, идеально. Здесь вообще очень интересная механика, он слепит по области, то есть своих он не стреляет, но если вы стоите очень близко к сопернику, то он будет флешить и вас тоже. Ну и как вы уже догадываетесь, Вингман тоже может атаковать своих, если вы будете рядом с врагом во время его стана. Ловушка Чембера никак не реагирует ни на одну из способностей Гека, просто стоит как и стояла. Зато вот сломать эту ловушку, а также телепорт Чембера с помощью морика Гека у вас получится без проблем. От стана Вингмана можно успеть уйти, в том числе используя обилки, хотя и не все, но об этом позже. Чембер вот успевает телепортироваться, например. Вингман также триггерит растяжку Сайфера, но ему на нее тоже по большому счету пофиг. Единственное, что сокращается его расстояние, но все равно оно довольно большое выходит. Дизи растяжку не триггерит, что немного странно на самом деле, ну да ладно. Зато вот Траш триггерит растяжку Сайфера и она не будет его пускать. Но даже из такого положения вы сможете наброситься на свою цель прыжком. Если Вингман идет ставить спайк и попадается под растяжку, он подождет пока она сломается, а затем добежит до нужного места и поставит спайк. Ну и да, если он несет спайк или идет его дефать, на врагов он внимания не обращает. Вы можете тегнуть камерой Сайфера ульту Гека, также вы можете это сделать и с Вингманом, хоть это и бесполезно, но это возможно. А вот тегнуть Дизи дротиком не выйдет, как и сломать его, хоть от чего-то он не ломается, блин. Как я и говорил, о Дизи можно уворачиваться, при этом даже и без способности, и просто нужно вовремя отпрыгивать и снаряд полетит в другое место. Также вы можете закрыться о Дизи стенкой Сейдж, тут два сценария, или он заагрится и не успеет стрельнуть из-за потери зрительного контакта, или вы просто ставите стенку в такой момент, что его снаряд ударится о стенку Сейдж. На кошку Фейд Вингман никак не реагирует, собственно, как и она на него тоже не реагирует никак. Также довольно странно, но Вингмана нельзя поймать клеткой Фейды, он просто пробегает ее, как ни в чем не бывало. Ну и такая же ситуация с ультой по двум пунктам, кошка никак не реагирует, а клетка не привязывает вашу ульту. Еще довольно странно, но ревил Фейды тоже не отмечает Вингмана и не отмечает ульту. Не знаю, баг ли это, но думаю, такого быть не должно, нелогично получается. Если кошка Фейд кусает Гекка, он не будет терять контроль своего ультимейта, и ослеплять его тоже не будет. Ульта Фейд тоже не реагирует на обилки Гекка, получается, что страхов у них нет, бесстрашные покемоны такие. Теперь по поводу того, как уворачиваться от Вингмана, вы можете перепрыгивать его стан, если сделаете это вовремя. Можно и самого Вингмана перепрыгнуть при желании, тоже работает, или проходить через него дэшем, плюс некоторыми другими обилками. Ну, соответственно, уходить с тана можно и вбок, единственное, вдаль не получится, он бьет очень далеко. Такая же штука с Дизи, можно не только убегать, но и отпрыгивать, используя различные обилки. Чувствуешь себя в этот момент как в матрице, честно говоря. Также на Жиджи отломают все обилки Гекка, один нож на Дизи, два ножа на Вингмана и четыре ножа на Траша. Если вы начнете управлять Трашем, а Каю заюзает свой нож, и вы будете в его радиусе, управление отменяется, а ульта теряется. Но вот на Вингмана нож никак не сказывается, он будет бежать все расстояние в поисках своей цели. Если вы ему скажете поставить спайк, даже по действиям Каю, он все равно побежит и поставит этот самый спайк. Такая же штука и с Дизи, если кинуть нож даже в правильный тайминг, Дизи все равно не отключится и будет продолжать вас ослеплять. Вингмана тоже можно ослепить флешкой Каю, но она действует недолго, так что он все равно будет вас атаковать. Единственное, за счет дополнительной секунды ослепления вы сможете успеть увернуться от него. Также флешится и ульта Гека, то есть игрок в ульте будет полностью терять обзор на определенное время. Ну и соответственно ульта Каю оказывает такой же эффект, как и нож, тут даже повторяться не буду. Тролль Киллджойки не будет стрелять ни по одной способности Вингмана, что отчасти как бы логично, потому что флешки умирали бы каждый раз, но и странность в этом некая есть, наверное. Короче, не стреляет она по ним. Абсолютно то же самое с наноботом Киллджой, он не реагирует на обилки Гека, а что еще интереснее, за Траша вы не увидите на земле этого самого нанобота. Еще Траш, как я и говорил, цепляет растяжки Сайфера, но и их он не видит, пока непосредственно не попадется на них. Итак, продолжаем. Ульта Киллджой никак не влияет на способности Гека, они будут и дальше выполнять свою функцию, но только если сам Гека под ульту не попадает, конечно. Неон, кстати, такая быстрая, что может тупо пробегать Вингмана, он не успевает ее застанить, так что учтите это. Как я говорил в самом начале со смоками, такая же ситуация и со стенками, поэтому опять же даже не буду тратить на это время, если Вингман вас не видит, то через стену и не унюхает. Еще Вингман не реагирует на станы Неон, как и на остальные станы. Да-да. А вот тут я показал, как уворачиваться от Вингмана, если вы начнете движение с Вандалом в руках, когда Вингман уже прыгает, вы не успеете от него убежать, но если начнете движение заранее, то никаких проблем не возникает. Ульта Гека получает стан от Неонки, как и от остальных станов. Молик Гека хорошо подходит для лайнапов, да, но учтите, что вы можете его отбить, как с некоторыми другими моликами, так что ваш супер лайнап могут и испортить. С флешкой Омана лучше всего видно, как работает ослепление на Вингмана. Дело в том, что флешка Омана ограничивает видимость не полностью, а лишь уменьшает обзор, так что Вингман может вас пропустить, если вы стоите достаточно далеко. Еще Вингман может развернуться на телепорт Омана и все равно застанет его, если телепортнуться не по таймингу. Также в состоянии тени Омана вы будете получать стан Вингмана, и этот стан даже сохранится на вас после отмены ульты. А вот страшным ситуация опаснее, потому что если он вас обездвижит, то вы и отменить свой ультимейт уже не сможете, вы просто окажетесь перед врагом в обездвиженном состоянии, так что надо быть осторожнее. Ну и флешка Дизи тоже реагирует на тень Омана, причем эта клякса перенесется с вами на обычное состояние. Также флешка Омана попадает на ульту Гека, но все равно можно будет доехать куда надо. Вот кстати как выглядит правильный телепорт, если вы хотите задоджить стан от Вингмана, играя за Омана. Стенка Харбора достаточно сильно будет замедлять вашего Вингмана и практически не будет замедлять Траша, Вингман промежит на метров 10-15 меньше, чем без стены. Еще ультимейт Харбора не будет оказывать никакого влияния на способности Гека, им будет просто пофиг на эту ульту. Купол Харбора в отличие от других смоков может спасти вас от плевка Дизи, если вы успеете конечно зайти внутрь купола, то клякса прилетит на сам купол и не пройдет сквозь. Такая же история и с ультой Астры, о чем я говорил в начале видео. Если прыгнуть в портал и нажать на установку спайка или разминирование с помощью Вингмана, он побежит через всю карту, чтобы сделать это. Это выглядит достаточно смешно на самом деле и отчасти бага на даже что ли. Но с этим мне кажется можно будет делать крутые фейки, якобы вы идете сейвить, а по факту нет, если это конечно не пофиксит моменту возвращения Бинда. Если застанет Феникса ультой Гека во время ульты самого Феникса, то перерождаться он будет уже в нормальном состоянии. Также бумбот рейс не реагирует ни на какие способности Гека, он просто проезжает их мимо и идет к игрокам. Конечно бумбот можно сломать гранаты Гека, очевидно смысла в этом нет, но делать это можно. А вот что иногда может быть полезным, вы с помощью буполки рейс можете ломать Дизи, так что когда-то это вполне возможно спасет вас. Флешка Рейна ослепляет Траша так же как и флешка Омена или любая другая флешка в игре, просто по правилам флешки Рейны. С Вингманом есть еще одна интересная штука, если вы войдете в инвиз Рейны и он вас успеет заметить ранее, то он продолжит за вами следовать, даже несмотря на вашу невидимость. Если вы успеете инвиз использовать заранее, то в таком случае Вингман просто пробежит сквозь вас и трогать не будет. Ну и что самое странное, если он начнет уже свое действие по стану, то застанет вас даже в ульте, не говоря о простой неуязвимости. И это как по мне уже слишком на самом деле, потому что ну вот например стан Брича не будет станить вас даже во время инвиза, а вот Вингман сможет. Ульта Гека отключив все способности Рейны, тем не менее не будет прервать действия уже начавшегося хила. Замедло СиДжи оказывает достаточно значительное влияние как на Вингмана, так и на Траша, оба теряют процентов 30 скорости. Еще одна интересная фишка со стеной Сейдж, Траш может обезоружить вас через эту стенку, хотя через обычные стенки на карте он этого сделать не сможет. Получается, что стенка Сейдж все-таки не так уж и хорошо сможет вас защищать. Собака Скай тоже не может застанеть Вингмана, вообще ноль эффекта на него на самом деле, ну и Вингман на нее никак не реагирует. Зато вот Траша может застанеть без особых проблем, что не совсем подается вообще логике. С собакой Скай, кстати, такая же фишка касательно флешки, если стоять близко друг к другу, флешка Дизи попадает и на собаку, хотя отдельно в нее плеваться не будет. Единственное, я забыл проверить это с дроном Савы, так что оставляю это на вас. Флешка Скай слепит и Вингмана, и Траша, но не издает соответствующие звуки о том, что враг обнаружен, как с обычными игроками. После того, как Траш вас застанет, вы не сможете управлять своей птицей ни направлением, ни активацией ослепления. Такая же фишка с собакой, управление полностью теряется. Единственное, только ульта Скай будет идти до конца, так скажем, и найдет свою цель. Ревил Савы не отмечает Вингмана и ульту Гекка, зато дрон может это делать. Тоже логика не совсем ясна, если честно, но да ладно. Ну и сломать флешку дроном Савы тоже не получится, ровно как и дротиком Сайфера. Внутри ульты Вайпер у Вингмана обзор становится меньше, но реагирует он все равно на вас максимально быстро, так что надо быть с этим аккуратнее. ХП у Абила Гека в ульте Вайпер не снимается, кстати, что тоже странно, время действия тоже остается таким же. Вингман не реагирует на клона Йору, на телепорт Йору, зато реагирует на Йору, даже если тот уже перешел в режим невидимости. Вингман будет преследовать вас, пока не закончится время его действия, или пока вы не выйдете из ульты. Если успеть заюзать ульту Йору до того, как Дизи в вас стрельнул, то он и не будет уже этого делать, перестанет агриться, так скажем. Молик Гека ломает клона Йору и его телепорт, причем активироваться флешка Йору будет в ту сторону, куда вы ее запустили. Рейна в неуязвимости получать урон от Молика не будет, ну, хоть на этом спасибо. А теперь самый бред и дисбаланс, как по мне. Молик Гека ломает и нанобота, и турель, и что самое страшное, ультимейт келджойки. Это 100% будут фиксить, потому что этот Молик хорош для лайнапов и наносит 150 урона даже по краям, так что 100% это поменяют, а билка, ломающая ульту, это ненормально. Подобрать ульту Гека можно один раз после того, как ее сломают, а вот свои обилки больше 7 раз у меня получилось поднять, и дальше я проверять не стал. Потому что я думаю, что за раунд вы не сможете больше 7 раз воспользоваться этими обилками, времени тупо не хватит. Вингман будет ломать стенку Сейдж, если она появится на его пути к установке или разминированию спайка, так что таким образом от него вам не спастись. Колодец Астры оттягивает Вингмана от разминирования спайка, и Вингман тут же умирает, а вот от стана ему ничего не будет. С установкой спайка ситуация такая же. Если отправить Вингмана в дверь на Ассенте, он от нее просто отпрыгнет, но если он затриггерится на врага, то он будет ломать эту дверь до конца или пока не закончится его действие. То же самое с установкой или дефьюзом спайка. Если пустить Вингмана на спайк, а дверь будет закрываться, ну или закроется, он будет ломать ее до конца. Но в этом случае он еще и обязательно добежит до спайка и начнет его ставить или дефать соответственно, несмотря на то, сколько он ломал дверь и сколько пробежал ранее. При этом отправить Вингмана на разминирование спайка можно с расстояния не более 23 метров, а вот ставить спайк он будет с любого расстояния по сути. Как бы грустно это не было, но вы можете отправить Вингмана дефать спайк, даже если знаете, что времени не хватит. Однако он доблестно побежит выполнять свою миссию даже ценой жизни. Еще когда Вингман бежит на задание по спайку, вы не можете его резать ножом. Это скорее баг. Может когда вы смотрите, это уже и пофиксили. Может это фича такая, чтобы резню не устраивали. Я уже не помню, говорил ли это, но Вингман, конечно же, получает урон от всех моликов во время установки спайка. Он не делается неуязвимым. Если вы получаете обезоруживание от ульты Гека, а потом Киллджой или наоборот, действие будет продлеваться. Если одновременно два, то время не суммируется, а просто будет длиться столько, сколько длится от ульты Киллджой, потому что он у нее дольше. Но если, например, сначала ульта Гека, вот она уже почти закончилась, а потом ульта Киллджой, то время будет с ульты момента Киллджой. Короче, надеюсь, вы поняли. Молик Гека, кстати, ломает купол Харбора, оставляет ему довольно мало ХП. А вот на этом клипе видно, что Молик ломает растяжки и камеру Сайфера, плюс видна максимальная высота Молика. Ну, конкретно камеры тут нет, но ломает, я проверил, поверьте мне. У ультимативных шариков приоритеты над шариками Гека, то есть шарики ульты вы будете подбирать в первую очередь, если не отойдете прямо от них слишком далеко. Вингмана можно стрельнуть разведстрелой, вот прям буквально в него стрельнуть, и он будет бегать с этой разведстрелой, и точно так же это работает и на ульту Гека. Если Вингман дефать спайк, а вы ультанете причем, дефьюз отменяется, а вингман погибает. Также дефьюз или установку можно отменить и буполкой рейс, если отодвинуть Вингмана за кольцо дефьюза. Если ваш Вингман дефать спайк, вас убивают и союзников не остается, то Вингман не будет дефать его дальше, вы сразу же проигрываете раунд. Также и с установкой спайка, если вы остались один на один, вы отправляете Вингмана ставить спайк и вас убивают, он не закончит установку спайка, а просто погибнет с вами. Вингман не будет следовать за вами по канатам, а во время обезоруживания вы будете просто двигаться по ним очень-очень медленно. Если Килджойка ультой обезоруживает вражеского Гекка, то его Вингман в этом случае все же закончит установку спайка или его обезвреживание, тут он справляется. Флешка Дизи имба против ульты Вайпер, потому что он будет стрелять по ней даже если не видит ее, но просто находится внутри ее ультимейта, так что мейнер Вайпер осторожнее тут. Вингман может подниматься по некоторым ящикам, чтобы установить спайк где-то на возвышенностях, но не может подниматься по канатам. Тут много багов с установкой, но я показывать их даже не буду, потому что думаю их быстро пофиксят. Вингман кстати двигается с такой же скоростью, что и бомбот рейзы и проходят они одинаковое расстояние, но Вингман думаю более опасный персонаж. Дизи может флешить сразу же огромное количество игроков, по сути ему пофиг сколько целей. Если цель Вингмана умирает, он начинает бежать дальше в поисках новой цели и так пока не найдет ее или пока не закончится время его действия. Вингман не может сам по себе перепрыгивать даже маленькие бордюры, но если отправить его ставить или дефайт спайк, то тут он конечно же все это перепрыгивает с легкостью. Немного мувмента за траша, с банихопом вы даже за него будете подниматься по лестницам быстрее, что кстати полезно, может закономить вам несколько метров к дальности действия. Если выкинуть флешку Дизи за карту, она не будет появляться назад, так что кидайте ее аккуратно, а вот остальные способности выкинуть не получится. Если отправить Вингмана дефайт спайк и обогнать его, он будет ждать пока вы не уступите ему место дефьюза и закончит его за вас, если вы захотите этого. Флешка Дизи и других агентов стакается, так скажем, но флешки других агентов ослепляют сильнее, перекрывая действия флешек Дизи. Стенка Сейдж практически полностью ломается от Молика Гека, хватит одного удара ножом, чтобы добить ее, это если она получает урон на этапе строительства. По целой стене уже урона будет проходить куда-куда меньше. Ну, в общем-то, вроде все проверил, пишите в комментариях, что я мог упустить. Если досмотрели до конца, обязательно поставьте лайк и подпишитесь, такие видео правда очень тяжело делать. Ну а на этом у меня все, огромное спасибо за просмотр, скоро увидимся, пока-пока.